МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для наших зрителей, которые тебя любят и не знают, что ты хорошо готовишь. Мы готовим сегодня перловый суп с грибами. Так. Вот. И старинное белорусское блюдо, деревенское, которое, может быть, на русский язык переводится как пожилая женщина. В Белоруссии это называется бабка. Бабка. Нам понадобится картошка, которая понадобится нам и в суп немножко. Так. И, соответственно, для картофельной бабки. Так. Немножко. Картошка. И нам мало столько картошки. Да, больше. Нам только на бабку нужно 14 штук около 8. Вот это же серьезно? Да, я пока расскажу. А, ну да, что я говорю. Картошка ведь это все-таки продукт, которым славится государство Беларусь. Учитывая, что перлова крупа варится гораздо дольше других круп, изначально нам понадобится вода в кастрюлю, и мы поставим вариться перловку. Прямо, скажи просто, прямо холодную, прямо наливаем холодную воду и перловку туда же, да? И да, насыпаем перловку. Мы наливаем не просто холодную, но еще и очищенную воду. Вадик, прочитай, что здесь написано. Аква-фор. Так, значит, зажигаем плиту, ставим. Ты мне скажешь, я просто, если честно, с перловкой на вы. Я не знаю, ее нужно засыпать сразу или в кипящую воду? Нет, ее можно засыпать сразу. А сколько нужно на перловке? А я думаю, что нам... А хватит ли нам столько воды? Нет, воды нам столько мало, Ваня. Если варить перловку какаш, то нужно один к трем с водой. А для супа, в общем, сколько места вы сидите. А, ну то есть как бы... Что по количеству перловки в воде будет понятна густота супа, да? Да, вот у нас есть хорошая кастрюля. Я, кстати, пришел не с пустыми руками к тебе. Это, конечно, не поле чудес программы, но тем не менее, да, я принес тебе замечательную, удивительную кастрюлю. Эмалированную кастрюлю ты мне хочешь подарить? Я тебе хочу подарить чудо-кастрюлю, чем она удивительна. Ну, помимо того, что здесь нарисованы разные красивые ягодки, это кастрюля, которая не оставляет никаких остатков. То есть вот ты сварил, бывает, знаешь, там сваришь суп, и он стоит в холодильнике, бывает там неделю, ну, не знаю, как у тебя. Здесь же другая история. Ты сварил, ел, ел, чуть-чуть не доел, просыпаешься, а она уже чистая, потому что внутри... О, какое веселое, интересное приключение. Это кастрюльный завод имени Александра Цекала в Беларуси он построил. Ну что же, друзья, я думаю, что это может быть одновременно и кастрюлей, или каткой под цветы засыпать землей. И, в принципе, можно что-нибудь ценное положить, и Александр будет охранять. В общем, это чудесно. Спасибо огромное, друзья. Давайте поаплодируем этому чудесному подарку. Помимо этого, я еще привез... У тебя еще один подарок? Нет, ну это не подарок, нам понадобится. Учитывая, что ты насобирал белых грибов. Да, а я насобирал обычных опят, но и тоже заморозил, чтобы они не слишком отличались друг от друга. А, они холодненькие, да? Они прям свежие. Высыпай туда, и мы сделаем такой из двух видов грибов. Засыпай, пожалуйста, перловку, а я начну чистить картошку. На самом деле, ты как любишь, понаваристее суп? Я бы понимал, что вот слово «наваристый» в Белоруссии... Совершенно, это в два раза меньше, чем в России. Нет, дело в том, что слово «наваристый» в Белоруссии, слово... Пишется с тремя «р». Наваристый. Нет, это в Испании. А в Петербурге мы используем слово «нажористый». Нажористый. Нажористый. Я люблю, когда суп очень нажористый. Ну вот, мы, значит, две жменьки вот сюда перловой крупы высыпем. Как ты сказал, Вадик? Две жменьки. Жменька – это примерно одна вторая российской горсти. Итак, мы... Если кто-то вдруг не понимает процесса происходящего, мы чистим картошку с Вадикой. Вадик, расскажи мне про свою службу в рядах вооруженных сил. Белоруссии, между прочим. А, это страшная история. Ну вот, ты же... Это же офицерское училище было, я правильно понимаю? Конечно, да. Высшее военно-командное училище. Я имею в виду наряды на кухне, чистка картошки. Да. Причем в таких масштабах, я, честно говоря... Постройка дачи генерала. Ну вот до этого как-то не дошли, потому что мы были все-таки вузом, да? Нас как бы не юзали вузовщиками. Вузой, не юзой. Знаменитая фраза белорусская. Конечно, было все. Посуды перемыто вот намного больше, чем вообще, наверное, любая среднестатистическая женщина или посудомоечная машина, сейчас, в принципе, одно и то же, да? Прогресс шагнул вперед. Вот. Перемыто очень много посуды. А готовилось, ну, например, такое блюдо, как бикус, которое готовится обычно из вкусной, хорошей капусты. Там это готовилось из такой заквашенной несколько лет назад капусты. Она квасится в таких квасильнях. Ты приходишь в огромных сапогах, вот, переобуваешь их в другие огромные сапоги, но резиновые, ставишь в квасильнюю лестницу деревянную. Огромные такие? Огромная квасильня, вот она вот как до потолка. Вот представь себе, до потолка, а вот ты вот на дне стоишь. Вернее, это не дно, это еще ты стоишь на капусте, заквашиваешься. Пускайся лестница. Булливером я тебя сейчас скажу. Да, да, да. Пускайся лестница, и туда слезают два военнослужащих. Почему два? Потому что они должны суметь вдвоем потом поднять металлические носилки с капустой. Которые нагружают... А капусту на носилки? Капуста лежит под ногами, ее много очень. А ты в резиновых сапогах? А ты в резиновых сапогах спрыгиваешь, тебе бросают металлические носилки. В армии все металлическое, чтобы не сломали, понимаешь? Металлические? У меня однажды солдаты косили траву, и я их спрашиваю, сколько вы выкосили? Он говорит, ну метров 200. Я говорю, почему он так долго? Целый день прошел. Он говорит, ну вы не поверите, коса очень тяжелая. Я говорю, что за ерунда, а ну-ка принесите. Там действительно коса выглядит, вот металлическая труба, стальная. К ней на конце приварена коса, а чтобы солдат не погнул стальную трубу, в нее залит бетон еще. То есть она весит такая, знаешь, как Шварценеггеру где-нибудь прогуливаться там. Вадик, напомни, когда ты служил в Белорусской армии? Это были 90-е. Ну вот, друзья. Лихие. Где-то они были лихие, а у нас были вот такие. Вот смотрите, как интересно. Веселые. Это история меня обратила до глубины души. Коса железная, да, получается? В армии все универсально, солдаты делают все. Солдат должен уметь все. Конечно. И покосить траву, и капусту наносил. Нет, он не умеет, не обязательно, он должен делать, даже не умея. Значит, солдат обязан косить траву и поднимать на металлических носилках капусту со дна квасильни. Понимаешь, с точки зрения педагогического воспитания военнослужащих, да, чем, собственно, занимается офицер. Офицер это педагог, важно, да? Да, естественно. То золотое правило, если солдат не занят ничем, значит он где-то что-то делает. Так. Вот, ели мы вот такие продукты. Бигус, были пластиковая каша, то есть она варится, ну, без всякого там, каша не знает, что такое масло, да и варит ее там недолго, в общем. Вот такой приносит тебе металлический предмет, так по нему бьют, так бум, и оттуда каша так как вау-вау-вау, как желе. Ну, назовем так гигантское панакотто. Да, очень. Чтобы наши итальянские зрители поняли, о чем мы говорим. А у нас много итальянских зрителей. А у нас все шесть человек, да. Все шесть человек. А скажи, Вадим, дорогой, а что ты не как военнослужащий, а как уже популярный артист, телевизионный ведущий, продюсер, кинопродюсер, что предпочитаешь ты в своей обычной, простой, будничной, рядовой жизни? Ну, реально, вот, то, что вот быстро готовят, то и предпочитают. Я очень не люблю, когда все выготавливается там целую вечность. Поэтому, как это вот с утра каши я ем. А готовите вы часто дома с женой? Бывает такое? Да, но у нас как-то получается, что если вместе с женой, то как-то редко. То она, то я, вот так вот. Ну, то есть ты дома, то есть можно так, допустим, позвонив тебе... В окно подсмотреть, готовит, да. Туда, на 30-й, на твой пентхаусный этаж. Туда, подсмотреть. Снизу, если. Снизу, если. Сверху, вернее, свести, внизу. Да, сверху посмотреть. Ну что, мы очистили картошку. Какую-то часть картошки мы для супа. А скажи, вот... Да, ну картошку в суп мы будем бросать чуть позже, потому что сначала должны провариться у нас грибы и перловка. И перловка. Ну там вот все пустяночку закипает. Закипает, это очень даже хорошо. Значит, мы берем грибы белые и опята. Белые и опята, да, чтобы было как-то интересно. Так, ты сам. Потом есть. Сколько грибов ты должен? Что с морковкой мы делаем, кстати? Что суп будет поужористей. Честно тебе сказать, морковку нам тоже надо почистить. Так, ответь, пожалуйста, на вопрос. А ты следишь за правильностью своего питания? Ты... Честно? Вот я так слежу, слежу, а потом оп и не усмотрел. Ну а что вот из вредных блюд у тебя самые любимые? Я вот, например, не знаю. Хлеб с салом. Хлеб, это все, товарищи. Хлеб с салом. Хлеб с салом, да, и с луком. То есть вот такой мне... Хлебом не кормить, дай только поесть. Хлебом не кормить, дай хлеба с салом. Поэтому я ем все. Прекрасно. Я вот обычный нормальный человек, ем все. У меня нет никаких замаре по поводу того или иного. Люблю разные кухни разных народов. Но сегодня мы готовим... Я даже не знаю, как это сказать. Но это все-таки белорусская кухня. Меня, конечно, интересует... Ты когда приезжаешь, например... Часто ли ты бываешь в Беларуси? Да, я бываю часто, очень люблю там бывать. Кстати, если вдруг кто-то по каким-то причинам в Беларуси не был, то я с удовольствием имею честь вас пригласить просто на уикенд. Учитывая, что у нас нет никаких границ. То есть это... Ты стел в поезд и проснулся, оп, уже в красивейшем месте на земле. Что именно ты имеешь в виду сейчас? Это ты имеешь в виду Минск, да? Минск, да. Мой любимый город. Хотя я родился в городе Борисове, но Минск у меня любимый город. Ну да. Вот. Ну это такой город, такое ощущение, что ты попал в Швейцарию в период развитого социализма. Да. Вадик, что у нас происходит? На минимальном огне у нас стоит варится перловка. Вадим Галыгин, почистив картошку, разрезает грибы на большие кусочки. Друзья, у нас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что «дево-ляй» в переводе с французского означает «чемпион Дагестана по гримской римской борьбе». Значит так, ребят, сейчас заказываем устриц под белое вино, потом улиток под красное, а потом позовем вот тех трех студенток из Месси. Теодор Драйзер. Трилогия «Желание». Дорогие друзья, с мат на Первом канале нас гостят сегодня Вадим Галыгин. Вадим, ты сильно порезал? Нет, я не порезал. А, все, прекрасно. Друзья, что происходит? Вадим нарезает картофель, который, видимо, этот картофель будет отправляться в суп. Этот картофель будет отправляться, конечно... Но ты его нарезаешь мелко, потому что он будет, видимо, в последнюю очередь. Да, в последнюю очередь. Для бабки. Нам надо измельчать картофель или позже? Нет, нужно прямо сейчас. Прямо сейчас измельчать картофель? Да, я просто подготовился у нас для супа. Так, а у нас, соковыжиматель Борг, внутри находится диск для смузи. Это диск для смузи. Диск для смузи, конечно. Ставишь диск и музицируешь. Но прежде чем мы начнем измельчать картофель, пришла пора... Давайте мы переставим... Сейчас ты засыпай, потом мы переставим это на... И мы засыпаем грибочки. Мы засыпаем то грибочки, потому что лучше на всякий случай, чтобы грибы все-таки проварились... Как следует. Да, учитывая, что мы знаем, что это благородные грибы. Благородные, ну я бы сказал так, благородные и плебейские, потому что опять-то это же плебейские грибы, а белые благородные грибы. Это все равно, что если бы мы в одном котле сварили емельку Пугачева и графа Бутурлина. Это для монархистов как бы объяснение. По рецептам Кука. По рецептам ее высочества. Немножечко подсолить. Также у нас есть еще специи. Нам нужны ли они специи? Да, нужны будут, но попозже. Попозже, да? Потому что у нас тут есть перец, лавровый лист и все остальное. Пусть мы сейчас немножечко забываем. Нам еще для этого супа понадобится, я вот здесь приготовил, чтобы он был поужористее, это куриные крылья. Куриные крылья? Да. Значит, что мы с этим делаем? Прямо туда? Да, мы просто бросаем прямо туда. А, все, варим крылья? Прекрасно. Давай, закладываем сколько? Раз, два. Я думаю, что у нас с тобой двое, четыре штучки. Три, четыре крыла. Так, Вадик, нам нужно серьезно заняться измельчением. Вот давай, бабки мы будем готовить, насколько я понимаю, вот в этих вот... Горшочках. Горшочках. Они, конечно, могут быть и больше, на самом деле, литровые. Лучше всего где-то грамм 700, вот так вот. Но мы будем делать очень аккуратно, поэтому нам картошки много не понадобится. Нам перекусить еще, тебе и мне. Значит, что нам нужно делать? Мы берем картофель. Мы берем картофель. Включаем на первую скорость. Включаем. И на вторую. Так, и начинаем. Да. Отлично. Так, сколько нам нужно, Вадик? Ну, все. Все? Да. Лучше останется. А я пока подготовлю морковку, которая нам также понадобится для супа. Теперь, Вадик, смотри. Поскольку у нас, конечно, тут много все равно жидкости, и жидкость, мы это можем... Нет, жидкость нам это нужна. Так, Вадик, что мы делаем дальше? Мы добавок, что еще делаем? Нам нужно мясо. Мы берем мясо. Один из элементов картофельной бабки по старинному белорусскому рецепту. Вырезка, вот это мясо мясо. Да. Смотри, у нас есть шикарная вырезка, шикарная. Ой, ну это очень много. Это можно неделю кормить город небольшой, Белоруссия, честно. Да. Сколько нам нужно? Ну, я думаю, что вот две таких штучки, да, будет достаточно. И, сейчас я еще одну... Что мы с ними делаем, скажи? Мы делаем с ними квадратно-кубиковую систему. В общем, где-то сантиметр на сантиметр. Я объясню, эти маленькие кусочки нужно будет обжарить с луком. Все, я понял. Тогда нужно, наверное, будет уже потихонечку ставить. Вот смотри. То есть, ты предлагаешь вот что-то вот такого плана, да, сейчас? Да. Вот такого. Да. Вот прям так, как... Итак, друзья. Мелкие кусочки вырезки. Мы сейчас будем, друзья, обжаривать... До полуготовности, потому что потом это все должно запекаться. А я, насколько я правильно понимаю, Вадим сейчас дорезает картофель и морковь для супа. Для супа, да. У нас для этого все готово. Все, я тогда готовлюсь к тому, чтобы нарезать мясо. А ты, пожалуйста, вот тебе досочек. А я буду лучок. Вот тебе досочка. Вот тебе, пожалуйста, лучок, чесночок. Какой? У нас есть белый, есть желтый лук? Ну, нам лучше желтый. Желтый лучок. Желтый лучок. Скажи, ну вот когда ты приезжаешь в Минск, ведь ты же уже, понимаешь, ты же уже приезжаешь со статусом, а те мальчишки, с которыми ты учился в военном училище, стали уже кто капитаном, кто майором. Ну, то есть, разбросала вас судьба. Вот вы собираетесь вместе со своими, я не побоюсь этого слова, однополчанами? Однополчанами? Ну, да. Ну, честно сказать, с некоторыми, да, а некоторых просто не достать из леса. Дело в том, что род... На учениях? Да, род войск, которым я служил, это артиллерия, и все артиллерийские части расположены, как правило, как правило, в глухом лесу. Ну, хоть чаще. Поэтому обычно я вижу своих однополчан на всяких сайтах, в социальных сетях с фотографиями огромных рыб, которых они добыли, грибов, которых они насобирали. Гигантских, да? Наверное, брат, артиллерий есть везде, в любом лесу. Ну, вот скажи, когда ты приезжаешь в Нинск, потому что меня, конечно, интересует гастрономический аспект твоих поездок. Есть ли какое-то блюдо, которое ты приходишь, и вот, значит, ты приедешь в Нинск, и обязательно закажешь что? И захочешь... Драники. Конечно, драники любят и умеют готовить в Беларуси. Да, по-моему, не только в Беларуси. Драники-то очень вкусно. Мы здесь готовили драники не считанное количество раз. Но меня интересно, а есть ли у тебя, как у настоящего патриота дома, дранка? Дранка? Это по-польски жена. Да? Да нет, конечно. Нет, дранка по-польски. Ты знаешь, дома драники мы готовим. Вот недавно готовили. Я просто вот думаю, как ответить на твой вопрос, вот чего я, когда приезжаю в Беларусь, да? Ну да. Ну вот ты честно... Ты знаешь, очень вкусное сало. Вот у нас на рынке продается сало, вот оно такое с мясом, с такими вообще всяческими тминчиками, там, чесночинками. И оно прям вот тает в рту. Сало это же не только... Почему тогда так несправедливо? Почему Украине как-то так исторически досталось сало, как национальный... А нам картошка. А вам картошка. Я, кстати, тоже недоумеваю, в Украине по определению картошки больше, потому что страна больше. Вот именно. И в России то же самое. Да, кстати. Да, а мы, бульбаши, почему-то мы. Ну вот именно. Вот. Ну, так надо же было как-то все, не могли же все быть бульбашами, да? Где политическое распределение было в Беловеческой Пуще свое? Решили? Да, сели вообще. Сели? И Хельцин сказал, ну, вам картошка. А и все так и произошло. Да, я все скажу, ну и ладно. Значит, в Беларуси вкусно, там все полезно, что в рот полезло. Знаешь, какая поговорка? Знаменитая. Знаменитая белорусская. Ну, как правило, это все готовится таким с обилием колбас. Вот. Мясо. Вот. Вот такое все. Колбасы, мясо и прочее, это же уже близость и Львы, и Польши. Да. Да, я бы, наверное, сказал. Ну, да, и немецкая кухня тоже с колбасками. Да. Так, нужно нам зажечь. Так, я думаю, что обжаривать нам нужно все-таки вот эту большую. Ну, да. Нам нужно сковородочку эту как следует. Раскалить. Раскалить. Туда вылить немножечко масла. Так. Ну, значит, сейчас нагревается у нас масло. Значит, у нас для бабок стоит духовку, мы уже разогрели. Для бабок у нас есть два горшка. Два горшочка, да. Здесь у нас происходит прекрасный процесс об обваривании. Что нам нужно еще? Нам нужно, кстати, а не порезать для тебя, дорогой Вадим, лучок и под супчик, который мы будем туда. Да, вот под супчик мы можем порезать белый лучок. Белый лучок. Друзья, ну что же, и мясо, и лук все вместе, все сразу, да? Да, одновременно туда и немножечко можем посадить. С луком сейчас мы разберемся. Так, все, давай, 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 высыпай, высыпай, высыпай тоже. Мясо пошло. Пошло мясо. Мясо пошло, как говорит тренер Спартака. Спартака. Когда выходит на поле, игроки, так, все, перемешиваем. И на большом огне мы должны это отжарить, пока лучок не станет золотистым, мясо кричать. А-а-а, вот так вот. У вас кричало, конечно, мясо. Мясо у нас никогда не кричало. Что у нас происходит? При помощи смуси-генератора мы перемололи картошку, которая ожидает своего часа. Сейчас закладки в банке с бабками. Да, так. С предварительным перемешиванием с поджаренным луком и мясом. Вот, у нас варится суп, в который мы сейчас совсем скоро будем доверять картошку и морковку и лучок. Вадим Галыгин, мешая одновременно лук с мясом на сковородке. Мешая одновременно мне готовить. И сейчас будет продолжать нарезать лук для супа. Я, друзья, вас на секунду покину. У нас короткая пауза на рекламу, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что дранка в переводе с сербского означает короткостриженная женщина. Простите, пожалуйста, а вы не скажете, где Регина Львовна? Где-где? На сахарном складе. Спит она там. Из кинофильма «Долгая дорога в дюнах». Дорогие друзья, смартфон на первой канале. У нас в гостях сегодня Вадим Галыгин. Мы с Вадимом готовим бабки и перловый суп с грибами. Так вот. Да, кстати, бабка – это фирменное блюдо моей бабушки, бабушки Маши. Она готовила, конечно же, не в духовках, а в печи. Это изначально делалось в горшочке, засаживалось в печь. Но у нас… Но мы будем хотя бы представлять это. Скажи, пожалуйста, Вадим, а не надо ли нам делать вот так? Ох, 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 бабка моя, ух, вот так, как будто мы в деревне. А у нас не нужно ли нам положить какие-то специи в суп? Можно, но это лучше делать чуть попозже, когда мы засыпем туда картошечку. А когда мы будем засыпать картошечку? А вот сейчас мы… Как ты понимаешь готовность этого супа? Ну, дело в том, что перловка должна вариться в среднем около 40 минут. Вот, я думаю, что ровно через 5 минут… Ровно через 5 минут мы это сделаем, и после этого начнем обжаривать. Кстати, на этой же сковородке… Да, лучок для супа. Нам его нужно немного, просто… Можно, в принципе, такой суп и не зажаривать. Теперь скажи, пожалуйста, Вадим, вот у нас получился картофельный смуси. Вот мы… Вот прям его, прям так, не надо воду никакой сливать. Не надо, вот прямо с жижей его. Вот так вот. Да. И мы сюда сейчас выльем обжаренный лучок с мяском. Так. Перемешаем. Так а что нам сдать? Вадим, давай, да? Давай. Все. Дело в том, что кто какой лучок любит, потому что… Кто любит угольки. Да, кто-то прям такие. Для сердца хорошо. Да, Вадим, я правильно же делаю, засыпаю туда лучок для того, чтобы обжарить его… Для супа. Для супа, да? Да. А мы в этот момент уже забрасываем туда морковочку. Хорошо, обратите внимание. Так, с запасом все это и сделали. Морковочку вот так и, соответственно, картошечку. А я потихонечку обжариваю до золотистого состояния лучок в наших сковородочках. Смотри, какой супчик красивый. Ну что, это можно перемешивать? И вот теперь, да, это нужно перемешать, а я пока буду добавлять в супчик. Смотри, друзья, получается как бы картофельное пюре, но не пюре, потому что это же сырая картошка. Да. Да, я правильно же понимаю? Абсолютно верно и очень красиво у тебя все получилось. Какие специи нам нужно? Нам понадобится перчик. Черный, молотый. Да. Лавровый лист. А сюда какие-то специи нам нужно? Сюда только нужна нам соль немножко. Вот на самом деле все нужно пробовать. Ну ты можешь это сделать. Мы сейчас это и сделаем. Так, мы туда можем еще добавить, блять, на лавровый листик. Так, давай. И? Перемешаем это все. И закрываем крышечкой, пускай это... Закрываем крышечкой, да. Окей, так. Словно здесь хорошо. А я, с твоего позволения, уже, наверное, достал бы... Выпью. Нет, нет. А я бы вот этот... Выпь, знаешь, один. Не, не предлагаешь. А я вот этот лучок-то, наверное, можно туда? Не, не, пусть он вот как раз-таки... Вот он нам нужен не золотистый, а такой зажаристый. Черненький, да. Черненький. Уголем. Так, ну что, перекладываем. Так, ты солил, подожди. Да, посолил. Дай мне, пожалуйста, маленькую ложечку попробовать. Вот, да, вот, ложечку себе, и пробуй. Попробуем. Это крахмальную штуку. Ну-ка. Угу. 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 Я думаю, что нужно ничего посолить. Ничего нужно. Давай вот так, и все. И все. И все. Если что, в тарелках. Сейчас раскладываем. Смотри, бери тогда ложечку какую-нибудь специальную. Да. И раскладывай. Большую. Вот удивительную. Поварешечку. Вот удивительная вещь. Да, точно. Входит? Входит. Не выходит. Все верно. Так. Нет, если... Понимаешь, я вот когда выпуклые предметы смотрюсь, я более красивый почему-то. А у меня вот как-то, наоборот, нос какой-то. Вот так. Вот так тебе и делать. Универсальная ложка для кухни. И вот теперь, подкладывая, чтобы было со смятком. Вот. Закладываем это все сюда. Закладываем это все сюда. С таким расчетом не до конца, чтобы... Яйцо не надо туда разбивать. Ничего туда не нужно. Удивительно. Я бы... Вот так вот все. И накрываем это плотненько, да? Да. Потому что картошечка-то схватится. Еще, наверное, да, чуть-чуть? Или все. Ну, я думаю, достаточно. Вадим, смотри. Вадик, да? Посмотри сюда. Ты видишь, что я делаю? Да, Вань. Можно еще почернем. Ну, ладно. Ну, ладно, что с тобой? Давай. Накрываем это все. Накрываем это все крышечкой. Да. Вот такой получается. Ну, Супчик, не самый нажористый. Ты тоже, по-моему, ты пожалел. Я бы вот доложил все это. Картошку и морковку. Нет, 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 Вань. Ну, да? Разойдется. А лавровый лист сюда не надо класть? Нужно я... Ты не положил? Нет. Лавровый лист, лавровый лист. Вот. Я помню, смотрел одну из твоих программ. Да. Очень порадовался, в общем, целую такую эпопею про наш старый друг Банан. Мне было очень весело. Да. Он нам, к сожалению, сегодня на кухне понадобится. Скажи, а ты покрываешь прямо лавровым листом, как бы лавровым... Да? Угу. Винком, кстати, да? Ну, такой, да. Открывай. Сколько? 200 градусов? 150-200, кто как любит. Ну, давай 200, чтобы быстрее приготовил. Закрывай, открой. Ну, да, на самом деле... Нет, мы разогрели до 200, а сейчас поставим, можем, чуть-чуть. Чуть-чуть поменьше, да? Да. Но мы, друзья, не будем с вами забывать, что у нас все готово. Теперь самое главное. Теперь то, чем славится белорусская кухня, и в частности белорусская, теперь нужно ждать. Да. Да. Это... Теперь нужно ждать. Теперь нужно потерпеть, вот очень правильно. Дело в том, что недавно в Белоруссии установлен памятник неписающий мальчик. Он терпит. Терпит. Вот, это очень важно, друзья. Друзья, я напомню, как мы готовили суп по рецепту Вадима Галыгина, ты меня поправляй. Мы взяли кастрюлю, наполнили водой, добавили туда перловки. Чем больше перловки, тем более суп будет густой и нажористый. Вместе с перловкой можно положить сразу же грибы, чтобы они проварились. Вот, грибы какие? Белые и опята мы используем. Нарезайте отдельно картошку, отдельно морковку, добавляйте, после того, как грибы проварились и практически сварились, добавляйте туда куриные крылышки, чтобы они тоже варились там. Все это варится, варится. Вы после чего добавите туда морковку, картошку, добавили туда немножко лаврового листа, добавили все это, добавили туда немножко перца. И на финальном этапе хорошо обжаренный лучок. Все это посолили как следует, закрыли, пускай это поварится еще все вместе, как говорится, еще минут на 10 минут. Да, на медленном огне. И попробуйте, когда попробуете и поймете, что суп готов, добавьте туда немножко зелени, добавьте туда ложечку сметанки, возьмите это все и ложечку за здоровье Вадима Галыгина поднимите. Друзья, поаплодируйте нам, суп наш готов. Горячо держать. Я попробую. Я попробую. Ах. На. Да? Барак Обама. Да, друзья, поаплодируйте. Молодость моя, Белоруссия. Да, песни партизан, виски пармезан. Ну, на мой взгляд, получилось вкусно. По-моему, все-таки перловка не должна доминировать. Я все-таки предпочитаю, чтобы было больше грибов, и мне очень нравится вареная морковка в супе. Кстати, можно обжаривать лук вместе с морковкой. Сделать зажарочку. Зажарочку. Но мне кажется, что, друзья, так вкуснее. И, если честно, получился такой грибной суп, но с перловочкой и с картошечкой. Ой. Теперь мы будем пробовать. А теперь подавайте мне бабку. Подать сюда бабку. Как сказал однажды Стасу Пьехи, один из его заказчиков на корпоративе. Так. Торжественный момент. Раз. Это? Да. Так вот, друзья, значит, как мы готовили бабки? Мы взяли картофель. Желательно белорусский, хороший картофель. И пропустили его через соковыжиматель. Мы пропустили через него эту картошку, и получилась такая картофельная жиджица. Да. После чего мы взяли и на растительном масле обжарили лук и мелко порезанную вырезку кубиками. До золотистости лука и полуготовности мяса. После этого мы перемешали лук, мясо и картофельную жирцу, посолили это. И все это разложили по горшочкам. Сверху положили несколько лавровых листочков. Друзья, и до готовности. И может это постоять и часик. 40-50, смотря на каком жиме это все будет. Если 150 градусов, то около 50 минут. Похоже это на бабку? Да. Серьезно? Так она и выглядит? Да, так она и выглядит. Ну что, друзья, вот она, знаменитая бабка белорусская. Итак. Давайте поаплодируем Вадиму. Дорогой Вадик, у нас есть тебе подарки. Ты нам сегодня одарил рецептами белорусской кухни. За что-то огромное спасибо. Спасибо моей бабушке. Вот, давайте поаплодируем всей семье Вадима Галыгина. И маме. И тебе от нашего спонсора. Новый соковыжиматель. Борг. С двумя дисками. Один для соков, а другой диск для приготовления смузи. Пользуйся, друзья. Спасибо большое. От нашего спонсора для тебя Вадик. Корзина ароматного душистого цейлонского чаякбар. Неистекаемый источник бодрости, энергии и хорошего настроения. Чай Акбар. От нашего спонсора всемирно известного производителя посуды. Премиум класса. Компании Тапово. Инновационные изделия. Кастрюля. Ультра-про. И от шефа. Вот такие вот кастрюли. Будь в тренде. Живи в стиле Тапово, мой друг. Ну что же, Вадим, слово тебе. Да. Я, прежде всего, хочу поблагодарить за то, что пригласил меня к себе. Вот. Я уже давно наблюдал за твоим кулинарным творчеством. А я теперь убедился, что ты не просто ведущий этой программы, а в том, что ты шаришь. А? Возвращение пищи. А? И я очень рад тому, что я не общился. Да. Спасибо тебе. Дорогой Вадим, а я не прощаюсь с тобой. Я вернусь к тебе, и мы сможем распилить твои призы. Поскольку откат откатом. Друзья, у нас небольшая пауза, после которой мы вернемся в нашей следующей кулинарной зарисовке. И вы узнаете, что горгонзола в переводе с итальянского означает «Витя, там на проходной мама твоя приехала». СМЕХ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...